здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул заканчивается сентябрь заканчивается огородный сезон все на огороде убрано готовимся к зиме и сейчас хочу сказать несколько слов о моих тепличках в прошлом сезоне были поставлены на участке три теплички они маленькие всего по 4 метра их специально поставлено 3 маленьких они одну большую для того чтобы как-то внутри теплиц чередовать культуры и соблюдать какой-никакой простенький культура оборот и вот первый сезон теплицы отработали получилось довольно неплохо урожай и помидоров и перцев и арбузов оказался вполне приемлемые очень удобно в тепличках это все выращивать в одной тепличке у меня росли то собственные по сей день еще растут самые последние помидоры вот в этой тепличке ну посмотрим как они сейчас выглядят конечно уже все помидоры давно убраны осталось совсем немного оставил несколько кустиков чтобы они поспевали и в свежем виде можно было бы срывать плодики пока погода позволяет отопление в теплицах все-таки нету никакого а ночью уже холодный но тем не менее вот плодики поспевают это сорт эльба и здесь еще помидоры есть так вот в одной тепличке были помидоры после того как они убраны посеянная фацелия вот она даже там где помидоры оставлены тоже фацелия вот растет и с этим никаких вопросов нет когда совсем уже станет холодно то помидоры удалю и так теплица уйдет под зиму другой тепличке росли перчики вот в этой теплице тоже еще небольшое количество перцев осталось по сию пору основные перцы убраны давным-давно первыми я убирал баклажаны здесь тоже было небольшое количество вот это фацелия после баклажанов посеяна она уже цветет очень высокая вот здесь были перцы их убрал попозже и фацелия здесь поменьше но сюда вот высажены цветы чтобы подольше любоваться их красотой уже начал сюда завозить песок вот песочек поскольку на следующий год здесь будут арбузы и дыни здесь осталось еще совсем небольшое количество перцев это безрассадные перцы выращивал их посевом семян в грунт но они завязали неплохие плодики урожай оказался неплохой и даже сейчас вот можно прийти в тепличку и сорвать свеженький вкусный перчик это безрассадные перцы сорта купец морозка и турецкие змеи вот такие вот симпатичные перчики и по сию пору используем их свежем виде после того как станет совсем холодно перцы будут убраны фацелия будет оставлено и так теплица тоже уйдет под зиму но в третьей теплице в этом сезоне выращивал арбузы и дыни должен заметить что результат ну во всяком случае меня впечатлил дело в том что в этой тепличке прямо в грунт были посеянные арбузы и дыни но правда густовато я это сделал и после этого из-за недостатка времени никакого ухода этим культурам не оказывалось то есть не формирование арбузов и дынь никаких то подкормок ну правда грунт здесь был достаточно хороший только регулярные поливы но поливы обильное наполнением вот этой теплицы водой и и арбузы и дыни дали очень хороший урожай арбузы были здесь сорта астраханские ну может быть не очень крупные до восьми с половиной килограмм но все очень сладкие очень сладкие я был просто поражен то же самое с дынями канария и шарантэ дыньки оказались очень вкусные вот здесь тоже цветочки растут чтобы продлить их цветение и полюбоваться красотой подольше них вот сюда высажены вот здесь к слову сказать часть уже убрана вот этих вот цветов они послужат потом укрытием клубники и других культур на зиму здесь пока они в тепличке полежат и вот в этой теплице росли арбузы и дыни на следующий год здесь будут помидоры с учетом всего оборота это вполне нормальный предшественник для помидоров здесь все у ботву арбузов и дынь я оставил вот она она так уйдет под зиму перепреет очень быстро здесь к слову сказать еще вигна была и бамия но их совсем немного и кроме этого я здесь еще добавил некоторое количество вот куриного помета правда он сухой вот я его распределил в тепличке на те места где будут расти помидоры и он так и останется под зиму лишний азот улетучится и вот теперь на этом собственно подготовка этой теплицы к зиме будет закончена и вот сейчас хочу затронуть один очень важный вопрос в каком виде я планирую оставлять теплицу на зиму а именно еще в прошлом сезоне прошлой осенью я попробовал три варианта хранения теплицы зимой первый вариант теплицы полностью закрывают одну теплицу я закрыл полностью вторую теплицу я закрыл частично оставил открытыми форточки и третью теплицу оставил открытой полностью вот как это сейчас и вот с учетом этого опыта на эту зиму принято решение все три теплицы на зиму буду оставлять открытыми на мой взгляд так получается лучше не буду вдаваться сейчас детали может быть отдельно как-нибудь об этом поговорим конечно фиксация дверей должна быть очень надежная вот я проволокой здесь все это дело укрепил чтобы зимними ветрами ничего здесь не разбалтывала ничего не хлябала и вот так теплица будет зимовать то же самое будет сделано и вот с этими теплицами сейчас там пока помидоры и перцы еще последние поспевают а потом также двери закреплю в открытом положении и оставлю под зиму вот такое принято некоторые огородники скажут очень авантюрное решение но я пробовал уже так теплица оставлять одну зиму и мне понравилось больше нет конденсата зимой нет никаких следов ржавчины снег в теплицу наметают это очень хорошо здесь влажность будет повыше ну в целом не такой способ понравился больше и вот так буду оставлять теплицы под зиму ну а больше никаких работ с теплицами проводить не планирую какого-то обеззараживания какого-то промывания теплиц изнутри делать не буду потому что соблюдается культура оборот и не думаю что зараза будет в теплицах много после арбузов будут расти помидоры после помидоров будут расти перцы и вигна очень понравилась эта культура ну а после перцев будут расти арбузики и вот таким способом я надеюсь избавиться от множества вредителей и почва более или менее тоже будет восстанавливаться вот что хотел сказать про теплички ну а огородный сезон заканчивается пусто голо уже приходят настоящие холода так что со дня на день огород придется покидать конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев и в тепличках и в открытом грунте всем всего самого доброго до свидания